Физкульт привет! Друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодня очень пикантная, интересная тема о читинге. Да, я знаю, уже очень много есть роликов, статей от других видеоблогеров, кто пропагандирует читинг. Но многие из них забывают, и особенно главный пропагандон читинга, и урок, что читинг это не облегчение работы, а наоборот, большее воздействие на мышечную группу. Что это значит? В большинстве случаев, где чаще всего вы видите, люди используют читинг. Да, уверен, что тот, кто смотрит мой канал, знает, что это подъемы штанги на бицепс. Особенно грешат этим новички. Когда стараются брать непомерный вес и выполнять всю работу за счет читинга, за счет того, что придается мощное инерционное движение в начале подъема, за счет резкого отклонения спины назад. И дальше в верхней точке подхватывается штанга, после чего происходит не опускание, а падение штанги вниз. И таким вот горявым способом, кстати, что больше всего и чаще всего показывает юрец, и происходит в тренировочном процессе новичка. Но, что греха таить, не только новички пользуются читингом и используют подобную ошибку. Но, если вы посмотрите на статистику травм боясничного отдела позвоночника, вы увидите, что ни становая тяга, ни подтягивания не являются основной причиной возникновения грыж и протрузий, а именно тупейший подъем штанги на бицепс с использованием читинга. Посмотрите, как это происходит. Большинство берут неподъемную штангу и начинают вот такие движения. Причем, повторяюсь, негатива нет совершенно. Фаза негатива отсутствует, штанга просто падает, зачастую вырывая локтевой сустав и плечевой. Читинг, друзья, это возможность для того, чтобы поработать действительно с большим весом, чем вы можете поработать в идеальной технике. Но, повторяю, не значит, что это ослабление, нарушение техники, а наоборот, большее воздействие на мышечную группу непосредственно за счет того, что берется больше веса. Как же делать подъем на бицепс с читингом, спросит большинство, грамотно. Все очень просто, друзья. Опять-таки, становимся, берем штангу и слегка наклоняемся вперед. Слегка наклоняемся вперед. После чего начинаем сдевать руки, выпрямляя корпус до ровного. Ни в коем случае не отклоняемся назад. Вот за счет этого коротенького движения, которое, кстати, тоже не очень хорошо для поясничного отдела позвоночника, но все же допустимо. И происходит срыв штанги в нижней позиции. И за счет этого возникновения легкой инерции дорабатывается мышцами, дорабатывается. В этом положении, в верхней точке амплитуды, нужно максимально напрячься и стараться медленно опускать штангу вниз. В момент опускания как раз-таки и происходит легкий наклон вперед, после чего новое движение. Движение выглядит вот так. Раз. Раз. Негативная фаза, замедленная. Несмотря на то, что вес штанги больше, чем когда мы с вами работаем в обычном для нас режиме. Обращайте на это особое внимание. Никогда не используйте читинг в том понимании, в котором он преподносится в массы, в таких упражнениях, как приседания или становая тяга. Это прямой путь к травме. Всегда понимайте разницу, где читингуете вы, снимая нагрузку с работающей мышцы. Либо, наоборот, за счет легкого, грамотного читинга вы можете использовать больший вес, но работать в рамках, оставаясь техники. Еще одно движение, которое по сравнению с бицепсом вообще убивает поясницу. Это тяги верхнего блока. Кстати, на горизонтальных блоках тоже происходит, но больше всего это видно, заметно на вертикальном блоке. Когда человек садится, берется за рукояти и мощно отклоняется назад, чуть ли не ложится и пытается притянуть блок груди. Грудным мышцам. Это неверно. Это прямой путь к травме. Обращайте на все эти мелочи важное ваше внимание. Если вы хотите тренировать широчайшие, оставайтесь в зоне техники. Хотите тренировать бицепсы, тоже контролируйте, чтобы работали бицепсы. Они забирали на себя, мышцы-ассистенты, всю нагрузку, как это происходит в большинстве случаев. И я уверен, что вы это тоже видите у себя в зале. Читинг, друзья, не для новичков. Если вы новичок, тренируйтесь грамотно, технически, прогрессируйте, но не используйте такой метод, как читинг. Оставьте его на более продвинутый уровень. Поверьте, это скажется вам сторицей. Сохранит здоровье вашего позвоночника, ваших суставов. И вы будете набирать хорошую силовую базу. Читинг в начальном уровне, при той технике, которую мы с вами видим в тренажерных залах, убивает связки. Именно поэтому у многих начинают болеть локти, начинают болеть кисти. Потом возникают вопросы, с каким грифом мне работать, прямым или EZ, потому что кисти болят. Как мне работать во французском жиме, если у меня болят локти. Все это, друзья, результат и последствия именно неправильного подхода к тренингу на начальном этапе. Закладывайте на начальном этапе базу силовую в грамотной технике, оттачивая каждую тренировку технические характеристики. Не стыдитесь приседать с маленьким весом. Не стыдитесь подтягиваться, даже если вы не умеете. Не стыдитесь отжиматься от брусьев. Потому что эти 4 движения, подтягивания, брусья, присед и тяга, это наше все. Это база, силовая база. Даже если вы будете выполнять только эти 2 движения, то есть приседать и делать брусья на одной тренировке, затем день 2 отдыха, делать становую и подтягивания на другой тренировке, вы будете сильнее и, соответственно, больше, чем большинство ваших средствников или всех тех, кто начал с вами тренироваться одновременно. Поверьте, сила в натуральном тренинге решает все. И запоминайте еще такой важный момент. Отказ убивает силу. Чем меня и удивил Шреддер, для своих Шреддера-поклонников, выпустивший ролик о своей так называемой легчерской тренировке, где он рекомендует делать приседы и тяги в отказ. Друзья, во-первых, 2 этих упражнения никогда, ни при каких условиях не делайте в отказ. Если хотите, конечно, сохранить здоровье. И запомните, как закон, самый главный закон, отказ убивает силу. Спросите любого грамотного силовика. Неважно, стронгмен, лифтер или тяжелоатлет. Все они знают это правило и тренируются, особенно лифтеры, тяжелоатлеты, в основной своей массе с 70% от максимума, который показывают на соревнованиях. Постепенно, естественно, поднимая планку. Но отказ убивает силу. Да, в отказ нужно тренироваться, но не забывайте, что отказа существует как минимум 3 разных варианта. И если мы тренируем промежуточные мышечные волокна, здесь действительно нужен отказ. Когда мы тренируем окислительные мышечные волокна, там нужен другой вид отказа. И все это вы знаете, кто следит за моими роликами, читает мои статьи, особенно тот, кто вступил в мою закрытую группу. Нас там уже 164 человека. Все мы тренируемся по принципу периодизации, основанном на различном типе мышечных волокон. Тренируем гликолитические, окислительные, промежуточные мышечные волокна. И каждый из типов мышечного волокна мы тренируем и на массу, и на силу, и на выносу. Дометьте, это не ошибка. На рельеф тренироваться нельзя. Когда вам какой-то псевдогуру говорит, что вот эта жиросжигающая тренировка, это чушь. На рельеф можно только грамотно питаться. Запоминайте все это. Смотрите мои ролики. Вышли статьи о приседаниях, о глубине приседа, о том, что чем глубже, тем безопаснее для коленей. Вышли статьи, где я описываю три вида приседаний. Кто не знает, обязательно ознакомьтесь. Это билдерский вариант, вариант тяжелоатлетический и пауэрлифтерский вариант. Это три разных техники, друзья. И когда вы садитесь в полуприсед, как в билдерском варианте, свои характеристики, свои требования к технике. А к тяжелоатлетическому, самому глубокому из приседаний, совершенно другие требования. Если вы, инструктор, не знаете это, то грош вам цена. И запомните, приседания никогда не убивают колени. Если вы грамотно приседаете, понимаете, когда и в какой технике, как нужно приседать. Не забывайте купить мою книгу «Ступени натурального бодибилдинга» или «Фак фитнес». Всего за 8 баксов. Наберите в гугле, в поисковике название книги и выйдут ссылки, где вы можете ее приобрести. Эта книжка очень полезна. Даже если вы будете считать, что там существуют какие-то ошибки. Книга основана в первую очередь на практике. Помогла огромному количеству людей. Не было ни одного человека, который бы отзывался негативно, попробовав методику, описанную в этой тренировке, в этой книге. Самое главное понимать, что книга для начального и среднего уровня. Если вы хотите стать инструктором, вы обязаны прочитать эту книгу. Хотя бы для того, чтобы понимать альтернативную точку зрения к подходу к тренингу. Потому что она противоречит общепринятому. Я никогда не стесняюсь высказываться в противовес общественному мнению. Потому что это не значит, если основная масса людей считает так, что это правда. Задумайтесь. Еще совсем недавно любой физик взошел бы на костер за то, что атом – мельчайшая частица вещества. Где все эти физики сейчас? А сколько людей реально было сожжено на костре за то, что они говорили правду. Что Земля крутится вокруг Солнца, как и другие планеты, а не Солнце вокруг Земли. И таких примеров можно приводить множество. Всегда думайте, друзья, головой. И тогда вы, чем бы вы ни занимались, будете прогрессировать, будете ступенька за ступенькой подниматься по вершине к успеху. Но не забывайте, что цель наша – именно идти по этому пути. Путь и есть цель. Как только вы добьетесь, к примеру, какой-то своей цели, то весь ваш путь обесценивается, потому что вам дальше не к чему стремиться. Ставьте перед собой серьезные цели, грамотные цели, которые позволят вам тренироваться всю жизнь. Грамотно восстанавливайтесь, питайтесь. Именно то, как вы восстанавливаетесь и как вы питаетесь, влияет, должно влиять на составление тренировочного графика, тренировочного процесса. Никак наоборот. Потому что если на данном этапе жизни вы не можете хорошо спать полноценно, спите там 4-3 часа, много работаете, неполноценно питаетесь, то и тренировки ваши должны быть соответствующие. Не такие тяжелые, но они все равно должны присутствовать. Друзья, увидимся в тренажерном зале. Обязательно поставьте лайк, если понравилось видео. Если не понравилось, ставьте дизлайк, не стесняйтесь. Я прошу вас писать адекватные комментарии. Если вам что-то понравилось, пишите, что вы хотите увидеть дальше. Если вам что-то не понравилось, тем более, прошу вас написать комментарий, что не понравилось, с чем вы согласны, с чем не согласны. Подпишитесь на канал. Отдельное спасибо. Делитесь данным роликом в своих соцсетях. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Давайте двигаться вместе, развиваться вместе и двигать в массы правильные идеи, правильные теории и, соответственно, рабочую практику. Так как практика это наше все. Теория без практики, друзья, это гниющий труд. Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-средничка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы. Чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше. Чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на цифрирование, периодизацию. На все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг. Тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек. Нет ни одного недовольного. Так что, делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока. Сухой мышечной массой и силой без травм. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok